всем привет с вами снова я иван сусанин мы продолжаем игру stalker 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 кстати что у нас тут с оружием довольно неплохое надо нам на вот это продать все будет вполне неплохо ну что и давай торганем готов взять мой пока м да за хорошие деньги и это тоже возьмешь да еще и ножички ему продать кажется нормально так сейчас я дополнительный можно знаете что сделать сейчас вот эти все продать конечно же патроны оружие детектор вот этот велес пока использовать вот денежки появились теперь я могу легко уже как бы пойти на янов самом деле я не хочу бегать здесь по зоне вот в этом участке вот здесь в этих местах до того как я схожу на янов потому что тут довольно злачные места у меня остались здесь довольно серьезные места и довольно страшные как бы аномалии вот даже вот на сгоревший хутор ходить нужно все-таки получше себе экипировочку и вот тот же изумрудная допустим сходите в топ поискать этих наемников военных которые там были вот я наверное сначала схожу все-таки на янов потому что ну теперь у меня даже есть такая возможность что я гораздо дешевле могу это сделать потому что я отдал документы кстати вот эти документы я могу ведь час по моему я могу кое кому отдать так пистолеты ну ладно я пока другое оружие брать не буду чисто вот эти вот патроны потом когда я сюда вернусь я вот это все возьму это мне пригодится а вот вот это вот мы наверное будем сейчас использовать потому что верес он гораздо лучше так напрягаться не будем так потихонечку помаленечку вот эти гранаты я пока брать с собой не буду в обратный путь пойдем обязательно как бы что-нибудь с собой возьмем так ладно перебор 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 хорошо тут у меня очень много всего в принципе можно было бы взять наверное давай душу возьмем с собой мало ли где ее можно будет продать да на самом деле автоматики и все блин ладно хорошо это мне ни к чему давай давай не задерживай себе нужны были документы по моему думаю тебя заинтересует что у тебя нашел секретные документы на мосту автоколонны хочешь взглянуть посмотрим да это интересно продаж я не знаю можно продержать до пока давай я пока продержу я пока принципе только не передерживай насчет детекторов где их можно найти где хочешь там ищи нормально сказал так у меня деньги есть в принципе что могу с собой взять но пока ничего я брать с собой не буду хотя вот прицел бы неплохо было да давайте наверное купим его и установим все хорошо спасибо его на кардан у меня к тебе дело очень классная для меня я хочу себе крепление оптики оптики отлично все а теперь я могу себе закрепить псо-1 псо-1 да он называется ну-ка псо-1 м о теперь у меня оптика и теперь я с легкостью могу идти здравствуй здраво ты меня можешь отвезти на янов рад видеть что нужна помощь старого лоцмана да сколько будет стоять переход на янов так скидка за карты в общем 1000 нормально пойдет идем идем давай за раскрытие дело о пропаже сталкеров я еще все пришли эта станция янов это я единственное безопасное место в окрестностях юпитера здесь тебя и оставляю буду нужен ищи возле бара понятно спасибо а шот так ты здесь впервой я вот тоже недавно пришел азот меня зовут будем знакомы я в технике разной копаюсь что хочет ремонтирую правда с инструментами у меня пока туговато так если что под руку подвернется тащи сюда сразу понадобится техническая помощь так буду рад тебя видеть на нашей на долговской половине нормально у тебя экипировочка парень мы прогулялись на самом деле я проголодался похоже сильно ладно покушаем мне вот интересно документы я пока вот эти себе придержу может пригодятся здесь тоже по моему где то ну-ка давайте включим свет конечно чтобы видно видно где то здесь есть ящик ящик который я могу складывать инструменты сейчас бы вспомнить где он находит по моему вон там в подвальчике сначала сходим в подвальчик проверим так ты кто вон по моему там он ящик ты вот кто у нас здоров здоров ты кто зверобой я зверобой не представляй не надо чем ты занимаешься а мне кличку не просто так дали я и правда зверобой но до недавнего охотился на мутантов которые угрожают сталкерам теперь принимаю заказы и опыт вот молодым охотникам передаю обучаю их рассказываю на охоте за охочие хитрости я на затоне хвастаться что ли буду почему ты сам не охотишься реакция уже не та вот лис из-за этого погиб он мне напарник был и друг таких зверей вместе били а теперь у затона нарвались на двух химер их уже полтора в год в зоне не видели одна лиса с ног сбила я даже дробовик из плеча сорвать не успел вторую подранила они сбежали чтоб им пусто было ты не пытался выставить химер ранение раненая ушла на затон по ее следу двинулась группа гонты я правда слышал им не хватает опытного охотника если поможешь я в долгу не останусь а та другая которая лиса убила потерял я ее след вот воду как воду кому эх лис не та уже ли не та я на затоне уничтожил логово кровососа в логово крайняя ситуация требует крайних мер ух насколько я знаю кровососов минимум пара тройка из них наверняка было в этот момент на охоте только теперь им некуда возвращаться поэтому для людей они уже не опасны если для меня какая-нибудь работа как-нибудь в плавнях за цементным заводом видели стаю болотных кровососов пока те вроде бы из своего болота не вылезают но местные сталкеры хотят увериться что и не вылезут за всю стаю даю три тысячи возьмешься по времени имеет значение или нет возьмусь отлично ну охотник давай не пуха ладно есть еще работа кровососов пока что никакой кроме кровососов расскажи мне об охоте на мутантов для каждого нужно правильную тактику выбрать для бюреров и полтергейстов одна для псевдогигантов и контролеров другая ахимера это вообще отдельная песня расскажи мне о бюрерах бюреры используют для нападения гравитацию будешь близко он тебя отбросит покажется издали брусит тебя что потяжелее тактика с ним такая бей со средней дистанции главное на месте лишние секунды не стой только силы при этом береги с оглядкой расходы бюрер может и оружие из рук вырвать своей гравитации умеет он это дело хорошо особенно если охотник подослаб подослаб скажи мне о полтергейстах я кстати одного встречал это бывает двух типов одни гравитацией мечут в тебя предметы другие стараются поджарить кто неопытный начинает круги наматывать а вот это как раз не надо есть у полтергейста одна особенность даже две слепой он и глухой не видит не слышит зато отлично чувствует все что движется в его поле опытный охотник с полтергейстом работает так замер на время выстрелил и опять замер вот значит как с полтергейстом надо было вести себя а я бегал вот в том то и дело видишь как да неопытный я давай расскажи мне о псевдогигантах с этим зверем самое сложное его убить живучий он как танк самое что я могу посоветовать эффективно попробуй дробью в упор главное помни гигант расшвыряет все что не залито на два метра бетоном сколько б оно не весело то есть атакуй его сверху так лучше только убедись что опора у тебя прочная угу расскажи мне о контролерах контролер воюет против тебя мозгами не в смысле думает а в смысле телепат он ты когда на него охотишься почаще используй укрытие контролер должен тебя видеть обязательно а иначе у него воздействовать не получится и еще бегать он совсем не умеет так что если совсем припрет попробуй угостить его гранатой угу расскажи мне о химере очень опасные хищники ночные заходят в темноте тебя за спину и прыгают если знаешь что рядом химера постоянно круги головой на 360 градусов и друзьям спину прикрывать не забывай ладно забудь довольно интересно ты мне информацию дал зверовой спасибо тебе обязательно я думаю пригодится и я буду использовать это вот вот этот вот ящичек мне кажется сейчас мне будет нужен но вернее не сейчас а вообще давай-ка мы пока уберем документики сюда может быть припрячем хотя они мне не мешают пускай лежат может быть что-нибудь такое положим вот аптечку допустим одну бутылочку водки может когда-нибудь пригодится остальное как бы все при себе слишком много с собой тоже таскать наверное не стоит так вот это вот по чуть-чуть я выброшу сюда нормально вот тут вот у меня будет сейфик мой родной а сейчас поговорим со всеми ребятами которые тут на Янове обитают ну что кто первый кто там такой кто там такой знаток вот это что а там ёшкин кот контролер пусит ты что и сваливать не собирается вот марокко на ровном месте контролер не контролер а хабар то забрать надо и сразу как-то прозреваю если думаю закроюсь какой-нибудь железной байдой на все эти его понты мне станет насрать ну и значит что делаю подскажи мне на счет одного дела валяй тебе что нибудь известно во всю светолет да наши парни видели одну такую да летала как тот гордый ёжик после питка ну и приземлилась соответственно шмякнулась на брюшко вот только не та выбрала исключительно неудачно одну из крышей а там уже гнилое все так она вместе с крышей внутрь корпуса да но это ты флинт загнул это флинт да давай с ним поговорим флинт здоров тоже хочешь послушать мои истории расскажи как ты контролера замочил учись как надо контролеров валить пришел я значит на свою нычку барахло забрать а там контролер я тогда с пола схватил железную решетку перед собой выставил ну и под крадываясь к нему ближе пока этот красавец пытался меня выпасти под контроль взять я ему в голову пол обоймы высадил а потом прикладом добавил контроль контрольный хе-хе да пока так что ты будешь со мной говорить еще насчет одного дела подскажешь не видел военных поблизости сам не видел но народ рассказывает к научному бункеру прибился вояка озерский это биолог у них обронил как то что вояка тот с вертушки какая в завод вы въехала наши теперь прикалываться вот мол молодцы домашнее животное завели ученого солдата знаю 20 напрム uh но вców в этих краях изуществ мало все да Хочу у тебя кое о чем спросить Валяй, кто бы мог мне предложить работу здесь Работу, честно говоря, не знаю Но если у тебя появится шанс Как-нибудь помочь в свободе Ты приходи к нашему главному В южном крыле Найдешь Локи Вот это он самый и будет В общем, если ты Веришь прогресс человечества В его сознательность В ценность даров зоны Это как раз твой выбор А можно у тебя еще кое о чем спросить Валяй Что нового в зону Да недавно прикол был Чувак на полном серьезе рассказывал Что над Яновым НЛО пролетало Вот ведь до чего людей Людей зона доводит Полтергейстов с контролерами Недостаточно НЛО подавает Слава Всевышнему Никто хоть пока В экстрасенсы не записался Водку Заряжать не пытается Из ИДИ сила нечистая Останься чистый спирт Чем сейчас занимаешься? Да так отдыхай просто Ты можешь мне при... Так Мне кое-каку нужно Приведешь за вознаграждение Янов Цементный завод Битум Бетонная ванна Ну я пока этого не знаю Бункер ученый Я пока нет Не буду с тобой Как бы Ладно Встретимся потом Спасибо тебе Леня Как того зовут Последнего сталкера Который тут Ты кто? Вовка Гангрена Здорово, мэн Подскажешь насчет Одного дела? Может ты что-нибудь знаешь? Валяй Тебе что-нибудь известно В ваших сеталетах? А не, мэн Я себе Такими шутками Башку не забиваю Оно в деле Просвещения Прогресса Никакой пользы Не несет А сороку не встречал? Не, я в этих краях Из вольных Мало кого знаю Да что ж вы все такие Военных не видел Поблизости Не, но какой-то Как-то Кое-чего слышал От вольного сталкера Те говорят Видели одного вояку Возле завода волков Как думаешь Призрак бродит Или зомбированный Раззомбировался Да уж Что нового в зоне Знаешь Знаешь Тему Как мы Наянове С бронелобами Под огной крышей Оказались Это считай Заслуга Зулуса Он тогда еще В долге был И ценили его крепко Он выбросы Нюхом чуял Мы же Наянов Первыми пришли Сразу После сталкеров Но даже Раскуриться Не успели Смотрим Тормоза Полуармейский Прут Стволами Своими машут В общем Такие В последний раз Я Разве что На свалке Видел Тому Больше года Назад С обоих сторон Полегло Ребят Страх Нашего Чу еще Положили Светлая ему Память А тут Зулус Как Заорет Выброс Мол Всем прятаться Ну и что делать Не оставшись Он не оставит же людей За дверью подыхать Пусть даже долговцев Вот так теперь и живем Когда спокойно Грыземся помалу А как выброс Ударит Сидим друг с дружкой Рядышком тихонько Как мышки А Зулус Кстати Из долга ушел Живет сейчас сам по себе Рядом с Яновым Интересную информацию Ты мне давал Так Ты не знаешь Кто мне мог Работу добыть Подогнал Ага Тоже свободовцы Ладно Спасибо тебе Флинт Кто ты такой Флинт Блин Крутой Так Это что у нас В общем Выкладывай Вану Вану Привет Что такое Что делать Пойду На бабки попаду Не пойду Сдохну За здорово Живешь Да Тяжело Вах Не надо Не надо Стрелять Я дам все Ох Прости дорогой Перепутал Ты там О долге Говорил Вах Дорогой Такая история Была Старый костюм Был у меня Защищать Уже плохо Стал Вану Думает Пора искать Новый Иду Вижу Продается Новый Костюм Дыхание Дыхание Замкнутое Весь Красивый Такой Считаю Деньги Никак Не хватает Человек Костюм Продавал Валет Зовут Смотрел Смотрел Потом Говорит Не переживай Вану Потом Остаток Принесешь Вах Думает Вану Вот Золотой Человек А потом И что Потом Вану Старый Костюм Продал Другую Еще Продал Деньги Собрал Принес Валет Говорит Молодец Вану А процент Где Вану Думает И правда Нехорошо Когда Хорошему Человеку Нет Процента Заработал Еще Приношу Валет Говорит Ты Вану Ходил Процент Больше Набежал Вах Я опять Ходил Я бегал Дорогой А процент Все равно Бегал Быстрее Новый Костюм Купил Новый Костюм Заложил Оружие Тоже Заложил Плохо И что Теперь Что Собрал Отдать Хочу Понимаешь Про Вану Плохо Никто Не скажет Но боюсь Я дорогой Как Другу Скажу Боюсь Придет Вану А валет Ему Процент Давай Процент Если бы Кто Нибудь Вместе А меня Сходил Долго Отдал Ладно Я схожу Отлично Вах Дорогой Ты Такой Смотри Только Смотри Если Если К ним Подойдешь Достань Свою Пушку Самую Крутую Перед Ними Махай Пусть Смотришь Что Ты Мужчина Тогда С ними Можно Разговаривать Пять 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 тысяч Дал Хорошо Разберусь Обязательно Разберусь Помогу Тебе Вану Как Никак Тезка Вану Так Кто у нас Тут еще Долговцы Здравствуй Подскажешь мне Насчет Одного Дела Это что-нибудь Известно Об упавших Вертолетов Ого Наши ребята Из разведки Видели Как вертолет Шел На снижение В сторону Лезервных Площадок Водле Юпитера Говорят Задолбались Им сигнали Чтобы Сменили Курс Только Пилотам Видать Было Не до Того Интересно Они вообще Выбрались С того Минного Поля Не встречал Сталкера По кличке Сорока Нет Я такого Не встречал Понятно Не видел Военных В близости На минном Поле Недавно Тело Военного Обнаружили Наверное Один Из вертолетного Десанта На борту Этих Вертушек Вместо На отделение 8 человек Видно Остальные Смогли Выйти Но Вот Куда Они ушли Неизвестно Ты не знаешь Где Мне Кто Мог бы Мне Подложить Работу Не в курсе Но Если Ты Обнаружишь Нечто Что Может Помочь Нам В борьбе Против Зоны Или Наших Врагов Обращайся К командиру Экспедиционного Отряда Долга Выброс Подполковника Шульге Он старший На станции Янов Ты можешь Найти его В северном Криле Могу сказать Наверняка Любой гражданский Кто внес Вклад в дело Долга Обязан Будет Обязательно Будет Возвожден Хорошо Здесь вы нормально Да Ничего страшного Да Тут Как бы Вас Никто Не трогает Не трогает Вас Выбраться Нормально Все По-моему Да Так Вот Где-то Сюда Наверное Проход В долгу Да Это Наоборот Ты Долговец Здравствуй Хочу Насчет Одного Дела Да Ладно Ты Это Свобода Или кто Не Факт Помоги Митя Товарища Нашего Передряги Медведь Даже сел Митяй Бандюки Начали Устанавливать Свои порядки Требуют От нашего Брата Хороших Процентов Снайденных Артефактов Мы Вначале Их Послали С каким Это Порт Сталкеры Кому-то Должны Ну Тогда Разошлись Боль-менее По-мирному Только Они Не успокоились Подкараулили Пацана Когда Тот В одиночку За хабаром Пришел Ну И теперь Выкуп Требуют Что собирают Здесь Предпринять Торбо Предлагает Отдать Артефакт А я считаю Нечто Отдавать Нельзя Пау Вот это Выброс Начался Палец Даш Руку Полу Годен С какой Радости Сталкеры На бандюков Работать Будут В общем Я думаю Так Артефакт Продать Нанять Толковых Людей И организовать На бандитскую Засаду Нападения Так Первый К нему Свезло Тебе Где ты Туда Что Отвечаешь Вон Видишь Дерево На калме Солнце Вижу Так Ладно Слушай Спорить Можно Бесконечно Успех Тут Зависит От Человека Который Будет Всем Заниматься Согласен Если Я Разберусь С Подонками Слушай Так Ого Не ожидал Такой Помощи Спасибо Удачи Скоро вернусь Я обязательно Наберу Сейчас Задание Какой выброс Отвинительный Здесь Похоже Не трогал Так Ну че Кто мне еще Что может Отложить Одиночки А Это ты Каюшки Азот Блин Материалов Нет Ни хрена Ну как В таких Условиях Работать О Здоров С чем Пришел Все Выбор Закончился Если Проблемы С смешной Я могу Добыть Вот Это Было Бы Здорово А то Работая Работаю Как В каменном веке Из нового времени Один Паяльник Да и тот Больше Вместе Шаманского Железа Жезла Вот Будут Инструменты Будут И первоклассные Тон Тюны Да И тебе Монета Другая Каплет Хорошо Поищу Что-нибудь Инструменты Для Так Принеси Инструменты Азоту Хорошо А ты Ремонтировать Можешь И что Ты можешь Мне отремонтировать В принципе У него Да У него Нет Никаких Нафиг Вообще Нету Инструментов Я не знаю Как Ладно Хрен с тобой Азот Ладно Пока Встретимся Я обязательно тебе помогу Ты кто? Да я Вот Бухой Бывай Ладно Бывай Азот Ты что знаешь Здравствуй Подскажешь насчет Оного дела? Спрашивай Тебе что-нибудь Известно Было дело Наш патруль Видел Снижение вертолета Только Детали этого Всего Касались только Подполковника Лично Не мое это дело У командования Голова большая Вот пусть Оно Над этим И Думает Подскажешь еще Насчет Одного дела Не встречал Сталка По кличке Сорока Нет Такого не встречал Блин А военных Не видел? На минном поле Да Так же Ладно Хорошо Так А если я схожу К кому-нибудь Вот кто тут Долговцы Время дорого Здорово Привет Салки Ты не знаешь Вот например Насчет Сорока Не слышал? Нет Такого не встречал А Насчет Военных В бункере Ученых Недавно Видели Военного Ну я это знаю Уже А что тебе Известно О ваших Вертолетах Так 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 Это все Я слышал Ладно Пойду я С вашим Командиром Говорить Ты по какому делу? Здорово Ты кто? Шульга? Слушай Расскажи мне О долге А что именно Тебя интересует? Что вы здесь делаете? То же Что и обычно Защищаем Сталкеров От всякой Мрази Ты сам Видел Сколько здесь Мутантов И это тебе Не беззубые Собачки На кордоне Я например Вчера Своим Глазами Химер увидел Жаль только Не перехвалили мы ее Не перехватили То есть А в потемках За ней гоняются Да и кроме Твари Дел Химер Нужно успеть Обследовать Брусную лабораторию И собрать там Все материалы Пока До них Не добрались Это Бездельники Свобода Что вы Так Что привело вас В центр зоны Без команды Не расслабляться Шутишь Хорошо Я тогда тоже Спрошу А тебя Что привело Думаю То же Что и всех Центр зоны Уже годы А Недостижимая цель Тут все Надеются Получить ответы На свои вопросы Мы хотим Знать Что такое зона Как она Образовалась И как можно Ее уничтожить Поэтому едва Прошел слуг Об отключении Выжигателя мозгов Мы уже действовали И как удалось Что-то узнать Это Закрытая информация Могу только сказать Что с зоной Не все так просто Некоторые из наших Считают Что это вроде Опухоль Которую нужно Удалить любой ценой Однако лично я После всего Того Как видел Склонен Считать Что зона Скорее живой организм А мы микробы В ней Не факт Что даже При помощи Совокупного Военного потенциала Всех государств Мы сможем Уничтожить зону Поэтому Нужно действовать Умнее Иногда найти причину Проблемы Все равно Что уже Устранить саму проблему А если причина Не получится Не получится Тогда и будем думать Что делать дальше А пока мы работаем Нужно Исполнять свой долг И верить в лучшее Как ты оказался в долге Шульга Довольно скучная история Без капли героизма Когда зона Только появлялась Мы с другом Леонид Его звали Решили Пробраться Разузнать Что к чему Я тогда еще Опером работал А Леня Только-только В запас Из своей Разведки ушел Вроде и Неполный Зафухи были А вляпались По самое не хочу Уже Лужи красненькие Под нами Потекли Когда нас Подобрали Ребята из Долга Меня-то Выходы А Ленька Других друзей У меня И на большой земле Не очень было А в зоне Он один В общем Подумал я И решил Остаться У меня на зоне Как у вас Отношение Со свободой Формально Война Только тут В центре зоны Жизнь идет С немного По другому Законом Безопасных мест Не так много Да и людей Что у нас Что у свободы На пальцах Пересчитать Какой смысл В том Чтобы Перестрелять Друг друга Поэтому работаем Негласное правило Одна песочница Другой не мешает Правда За пределами Янова Это правило Уже не действует Там уже Настоящая война Ну ладно У тебя я кое-что узнал Спасибо тебе Шульга Пойду я Со свободой Пообщаюсь До встречи Сталкер Давай Счастливо Так О Нарды Нарды Кто играл Хозяев Нард нету Так Кому еще можно помочь Вот ты кто А это Лотман Здравствуй Сталкер Он здесь стоит Он никуда не делся А ты кто Сержант Кон Доротенко Привет Сталкер Подскажешь насчет одного дела Опять же про вертолеты Так 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 Это все я знаю А насчет военных Короче Ничего не знает никто Никто ничего не знает Что же делать О По моему тут торговец Попутного ветра Давай Ты кто Дорог Гаваец Что за шоу Освежиться Выпивка у меня Обычная Зато Гостеприимство Иродушие Высший класс Давай торгаем Ну да У тебя тут кое-что есть Хорошо Я к тебе буду приходить Если что торговать Ага Ладно У тебя заданий нету Да Ну ладно Пойдем к свободе что ли Покедова Давайте сходим к свободе Так ты кто В общем выкладывай Да ладно Я пошел к вашему командиру Ну рассказывай Я весь внимание Так а тут есть кто Кстати тут по моему где-то должен быть еще этот Вот ты кто Что-то ты бледный Может укольчик сделай Ты по моему этот Доктор да Костоправ Ты за медикаментами Или так поболтать Мне нужна медицинская помощь Сейчас глянем Так печень Естественно увеличена То Но это профессиональное В остальном здоров Как Бюрер Покажи что у тебя есть А у него довольно маленькие Скудные варианты Да Да нефти сколько Ну ладно Костоправ Я буду знать что ты здесь Если что Я к тебе обращаюсь Пока Счастливо Не болей Пока Я хотел еще К свободе подойти Здорово Он наверное То же самое скажет Ааа Та 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 Да Все такое Я уже слышал Ладно Командирую Аквашу Здорово Локи Рад тебя видеть Мэн В свободе А тебе хорошие слухи ходят Чем могу помочь Расскажи мне о свободе Рассказывать долго Спрашивай Что вы здесь делаете Следим, чтобы разные официальные лица Ничего не укрыли От обычных людей Ты же знаешь, как бывает Только-только нашел Какую-нибудь лабораторию новую Или документы Проливающие свет на тайну зоны Как сразу трах-бах Военная операция Убираясь все почище пылесоса И единственный способ Хоть что-то узнать Найти первыми Так, что привело вас в центр зоны Ребятам просто по приколу Было сходить посмотреть на новые места Шучу Для нас это шанс найти что-то такое От чего весь мир на уши станет Ведь раньше здесь Не то что военных Сталкеров не было Куда они плюнь Везде что-то новое Нашли что-то Пока только пару Дверей закрытых Да, непонятные новые артефакты Как ты казался в свободе лично? Да как казался Еще до образования зоны Дружил с лидерами свободы Тогда, правда, они были не лидерами А обычными хиперами Хипанами, блин А как в зону за артефактами полез Смотрю все знакомые лица Ну и решил с друзьями тусоваться Понятно Что думаешь о долге? Дураки они, вот что думаю Ну, спрашивается На кой черт им уничтожать зону? Есть, не просит За установление границы не лезет Сиди себе Да изучай ее на здоровье Это же сколько научных открытий Можно сделать Вот человечество сколько существует А антигравитацию так и не смогло создать А тут в зоне На каждом углу Готовый антигравитационный прибор Вообще Прогнать бы их отсюда Чтоб не мешали Да лень Связываться Кстати, пусть тебе наши соседцы на Янове Не водят за ублуждение На самом деле Мы воюем Просто Янов Как бы это сказать Не тайна территория Ну ладно У тебя нет ко мне заданий, да Насколько я понимаю Все, понятно, Локи Ну, попутного ветра Давай Это карта, что ли? Блин, карта, карта Это не это Это просто окно закрытое Карта, вот она И то непонятно Где тут что Так, ну что С кем я еще не общался? На самом деле Я не общался еще, похоже Вот с этим парнем Смотрите, он со снайперки сидит Это дядя Ер Я с ним, наверное Пообщаемся в следующей серии Сегодня я с вами прощаюсь Немножко посмотрели Что тут К чему Кто тут Обитает на Янове Как тут все это Это станция, да? Корее всего По-моему, да Что тут к чему Что тут делается Я думаю, что Столько всего про нее слышал Мы нашли Тайничок свой И сейчас В общем-то Я думаю Перекурим И пойдем Выполнять какие-нибудь задания Тут, наверное, полно всяких Тусничков Будет впереди Так, а что у меня Карту можно посмотреть? Ну, смотрите Тут даже карту могу Могу посмотреть Мне нужно вот сюда вот сходить Да, будет В ближайшее время Ага На кровососов охота И, кстати, скат Еще один Нужно Вертолет Даже не одно А три 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 точки Потом долги Воно И освободить Митяя Ну, короче Делов По уши А мы еще здесь Прохлаждаемся Можно сказать Так что Подписывайтесь на канал Ставьте свои лайки Все только начинается Пока, ребят Пока Прохлаждаемся